Продолжение следует... И знаком с ней, кто такой сегодня познакомится, это рыбка Орнатус красный или, как его еще называют, красный фантом. Орнатус красный это стайная рыбка. Подходит для содержания в общем аквариуме. Рекомендуется содержать группами по 8-10 особей. Стайки занимают, как правило, средние слои воды. При этом необходимо учитывать подвижный характер рыб, и они нуждаются в свободном месте для плавания. Поэтому длина дна должна быть не менее 80 сантиметров в аквариуме. Одним из важных пунктов содержания являются укрытия. В аквариуме должно быть очень много различных укрытий. Это могут быть коряги, пещеры и, конечно же, заросли от аквариумных растений. Хорошими соседями для этих малышей будут неакрессивные аквариумные рыбки. Ну и, конечно, желательно они, чтобы были такого же размера, как и сами Орнатусы. Показатели воды достаточно простые. Жесткость 2,8 по 6,7, температура 22-25 градусов. А также необходима фильтрация, аэрация и, желательно, еженедельная подмена до 1,4 от объема аквариума. Теперь немножко хотелось бы поговорить про кормление. Орнатус красный в живой природе питается мелким живым кормом. В аквариумных условиях особо неприхотлив. Есть и сухие корма промышленные, но и, конечно же, предпочтение дает все-таки живым и замороженным кормам. Давайте немножко посмотрим, как они поедают сухой промышленный корм и поедают ли они его вообще. Потому что многие опытные аквариумисты, у которых держат этих рыб, говорят, что они практически сухой корм не едят. Поэтому мы сейчас проведем такой мини-эксперимент. Продолжение следует... Продолжение следует... Как видите, легенды от бывалых аквариумистов рушатся и разбиваются о камне. Другой вопрос, насколько полезен корм промышленный и сухой. Тем не менее, как мы сейчас наблюдали, орнатусы красные поедают его очень хорошо. Единственный минус, то, что я сейчас использовал корм в хлопьях. Рыбки наверх не поднимаются. Он им, в принципе, не обязательно должен быть в хлопьях для этих рыб. Так как они его ловят внизу, на дне аквариума, либо в центре. Поэтому лучше использовать, соответственно, гранулы. Половая зрелость у орнатусов красного наступает в возрасте 10-12 месяцев, то есть год. Для разведения необходимо, соответственно, аквариум емкостью 8-10 литров на каждую пару рыб. Дно, как правило, покрывают сепаратной сеткой и сажают туда пучок мелколистного какого-либо растения. Температуру поднимают до 25-28 градусов. Уровень воды установить, конечно же, нужно будет не выше 15 сантиметров. Освещение, как правило, гасят, либо делают его неярким, рассеянным. В течение недели перед посадкой на нерезь самца и самку содержат раздельно и, как обычно, обильно кормят. В этом случае я, конечно же, вам рекомендую настоятельно использовать живые или замороженные корма. Все-таки дело такое, сами понимаете, нерестные, не шутки. После икрометания рыбки, как правило, переходят в свой основной аквариум, то есть их отсаживают. Сетку с большей частью растений убирают, стряхивают с них икринки, а также в воду нерестовики слегка добавляют аэрацию и немножко нужно будет притянить. Заодно икрометание самка, как правило, мечет 100-300 мелких икринок красного, ну, либо коричневатого цвета. Побелевшую икру, вы должны знать об этом, я думаю, вы уже знаете, кто занимался нерестом. Побелевшую икру необходимо убирать, так как она уже не будет живой, то есть это мертвые икринки. Инкубационный период продлится примерно 24, ну, максимум 48 часов, а через 4-5 суток икра поплывет и начнется питаться, то есть появятся маленькие-маленькие мальки. В качестве корма для мальков подойдет инфузория, ну и, конечно же, головратка. На этом, в принципе, и все, что я вам хотел сегодня сказать про этих замечательных, интересных рыб. Кто еще не подписался, напомню, подпишитесь обязательно на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Если есть желание, пишите комментарии по поводу вашего опыта содержания этих замечательных рыб. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok